Они отворачиваются от камеры, прячут свои лица. У каждого за плечами своя история, но не совсем приятная. Кто-то не смог поступить в ВУЗ. Я порог перепрыгнула, все хорошо, получила 60 баллов. Вот хочется повысить балл, чтобы хотя бы был 70. Все. И с этими баллами поступить в институт. Кто-то вообще закончит школу. Чуть-чуть там не хватило. Два балла. Ну, не до конца подготовился. И вот сегодня у них есть еще один шанс. Шесть человек со всей области сдают экзамен по русскому языку. Дополнительный сентябрьский период сдачи ЕГЭ в этом году стартовал впервые и продлится всего три дня. 26 сентября, 29 сентября, ну и 9 октября еще резервный день. Это те дни, когда выпускники текущего года, те, которые не смогли сдать обязательные экзамены по русскому языку или по математике, смогут пересдать эти предметы. Процедура проведения экзамена точно такая же, как во время основной волны ЕГЭ. Проверка документов, металлодетекторы и снова проверка документов. Гладышев Андрей Николаевич, 2Б. В классах видеокамеры, в сейфе задания. Опечатанный пакет рано утром во вторую школу доставила специальная служба. Его достают ровно за 20 минут до экзамена и сразу в класс. Здесь он и будет дожидаться назначенного часа. Экзамен начинается ровно в 10.00. Экзамен по русскому языку – это уже второе испытание в дополнительный период сдачи ЕГЭ. В минувшую субботу около 100 человек сдавали математику. Результаты станут известны в начале октября. И тогда выпускники, наконец, смогут получить аттестаты и поступить в ВУЗы. Прием документов в некоторые из них еще продолжается. В большинстве это, конечно, коммерческие институты. И ради прибыли они готовы ждать. Ждут, надеются и верят сейчас и выпускники. В противном случае еще раз пересдать экзамен можно будет лишь в следующем году. Светлана Федоренко, Олег Голобоков, ТВК Новости. Продолжение следует...